Перед вами Ричард Бенсон Многие признают его худшим гитаристом на свете Он далеко не новичок Он играет на гитаре более 30 лет И устраивает сольные концерты Куда, к слову, приходит немало людей Но они знают, на что они идут Перед каждым концертом они запасаются тухлыми яйцами Да и чем угодно еще, чем можно кинуть в Ричарда во время выступления Показывая свое отвращение и негодование Но почему же кто-то позволяет так с собой обращаться? Неужели Ричард и правда худший гитарист на свете? Давайте разберемся в истории Ричарда Бенсона Ричард Филипп Генри Джон Бенсон Родился 10 марта 1955 года в Англии В 1965 году в возрасте 10 лет Вместе с родителями он переехал в Италию Там в начале 70-х Ричард создает свою первую прогрессив рок-группу Под названием Байон Вичио Чарли Первая одноименная пластинка группы Так и осталась неизвестной на следующие 20 лет В 1972 году Ричард выступил на итальянском фестивале Вилла Помп Филипп Фестивал В 1983 году Бенсон выпускает свою первую сольную запись Animal Zoo Через год выходит следующее Renegade Следующим пунктом его карьеры стало продюсирование сборника Metal Attack, ставшего популярным в Италии После этого спустя несколько лет Ричард появился в итальянской комедии Damn the Day I Met You Где сыграл самого себя В 90-х, наряду с записью и выступлениями, Ричард Бенсон выпускает обучающие гитарные видео Давайте посмотрим одно из них, где он показывает, как играть свою собственную композицию Adeggio Если это не убедило вас, что он умеет играть и понимает, как писать музыку, то давайте взглянем на другой отрывок Ну что, все еще худший гитарист в мире? Очевидно, что он умеет играть Но что тогда происходит на его концертах? Неужели он специально делает это, чтобы провоцировать публику, играя как можно хуже? Что ж, на самом деле Ричард страдает от хронического артрита в обеих руках И если вы не знаете, что это за заболевание, я искренне рад за вас и желаю никогда не испытать этого на себе Артрит – это не просто скрипящие и щелкающие суставы Эта болезнь может вызывать колоссальную мучительную боль, которая способна изменить жизнь человека до неузнаваемости В некоторых случаях это заболевание приводит к потере подвижности суставов, потере их формы Иногда оно воздействует и на другие суставы и органы, приводя к осложнениям, таким как потеря способности передвигаться или использовать руки Теперь, зная это, сравните, как Ричард исполнял ададжио раньше и как оно звучит сейчас Сейчас и поймете, насколько плачевно его состояние и насколько ухудшилась его игра Субтитры создавал DimaTorzok Взгляните на положение его рук Оно неудобное и неестественное И песня, которую он с легкостью исполнял раньше, превратилась в беспорядочный шум и кашу из звуков Ричард не был плохим гитаристом Именно своей болезнью он обязан славой худшего гитариста на свете Но, к сожалению, этим все не ограничилось В 2001 году Бенсон упал с высокого пешеходного моста Понте Систа в Риме, что привело к серьезным травмам Многие полагают, что это была попытка суицида, вызванная глубокой депрессией и постоянной мучительной болью Что еще сильнее ухудшит его игру и приведет к проблемам с психикой Обычно концерты Ричарда проходят по следующей схеме Ему помогают дойти до стула под яростные крики толпы и летящие предметы После чего он начинает играть свой сет И тогда толпа начинает сильнее издеваться над ним Иногда он отвлекается от игры только для того, чтобы вытереть лицо или гитару Ричард Бенсон болен, физически и психически Так может быть это не он худший, а те люди в толпе, которые приходят специально, чтобы выразить свою ненависть к больному человеку Это человек, который всю свою жизнь занимался музыкой И музыка может быть единственное, что его здесь держит Так почему бы не дать ему просто играть, не позволить ему просто заниматься музыкой, если она помогает ему жить В настоящий момент Ричард Бенсон находится в госпитале в тяжелом состоянии Да и стоит ли ему вообще стремиться вернуться в мир, который его отвергает Спасибо за просмотр Надеюсь, это видео вызвало у вас какие-нибудь эмоции Буду рад, если вы подпишетесь на канал и оставите комментарий Увидимся с вами скоро